В Советском Союзе массовый выпуск фарфоровой скульптуры начался в 50-е и 80-е годы прошлого века. Тогда же он стал украшением быта советских людей. Вот и большая часть экспонатов знакомит с советским фарфором ведущих заводов СССР. Имени Ломоносова, Конаковского, Полонского представлены здесь скульптуры из фондов Музея истории города-курорта. Но основная часть экспонатов – из частной коллекции Сочинца, коллекционера Эрнста Качарова. Сегодняшняя наша выставка, мы думаем, очень будет по нраву сочинцам, потому что она отражает, во-первых, историю фарфора европейского. И большая львиная часть нашей экспозиции, конечно, посвящена фарфору советскому от зарождения и до 80-х годов. То есть весь период страны отражен в фарфоре, начиная с агитационного фарфора и заканчивая тематического фарфора. Советский агитационный фарфор с революционными лозунгами и портретами вождей играл роль пропагандиста нового образа жизни, отношения к труду, учебе, отдыху советских граждан. Сегодня такие изделия – важный исторический источник первых лет советской власти. А еще одной из самых популярных тем советского фарфора была анималистика, то есть животный мир. А это работа известного скульптора-анималиста Василия Ватагина, который более 40 лет прожил в Лазаревском районе Сочи. Большим спросом тогда пользовались и статуэтки спортивной тематики. Здесь целые серии работ по разным видам спорта. Гордостью страны был и балет. Нежные фарфоровые балерины, казалось, украшали каждую гостиную. Особого внимания заслуживает сказочная тематика. Изображали мастера любимых персонажей из русских народных сказок. Любовью же в советском фарфоре пользовалась детская тема. Добавлю, фарфор изобрели в VII веке в Китае. В Российской империи первое фарфоровое производство появилось в 1744 году в Санкт-Петербурге.